Работники Северского трубного завода и просто жители города целыми семьями пришли на стадион, чтобы принять участие в спортивном празднике, посвященном Дню Металлурга и 300-летию Поливского. И для каждого от мала до велика нашлось соревнование по душе. В преддверии еще праздника 300-летия города хотели, чтобы что-то новое было. Ну, новое на самом деле получилось. Ну и старое провести на более высоком уровне. Ну, я думаю, что получилось. Даже немножко там погода нам перед праздником испортила, я имею в виду стадион, инфраструктуру, так скажем. А так, вроде бы, все хорошо, душевно проходит. Видите, какая атмосфера. Сегодня погода очень хорошая. Во всех представленных видах, начиная с дарца и заканчивая велогонкой, и командными футболом, волейболом и стритболом, отметим, что участников в этот раз собралось немного меньше, нежели рассчитывали организаторы. Но уровень их был очень высоким. Судя по командам, которые участвуют, ничего не изменилось. Ну, наверное, людей не испугала, скажем так, погода, а наоборот привлекла. Видимо, кто-то уехал на озера, на дачи, в сады и так далее. Так что чуть-чуть поменьше. Но очень многолюдно, много детей, родителей. Все участники в едином порыве высказывали мнение, что подобные праздники просто необходимы. Да и проводить их нужно как можно чаще. Потому что только здесь появляется здоровье, а здоровье – это здоровье всей нации, в принципе. Потому что надо заниматься спортом. Я вот занимаюсь, мне 56 лет. Если я брошу, мне кажется, я сразу мрулю. А так буду бегать пока. Без сборной совета ветеранов Северского трубного завода трудно представить любой городской спортивный праздник. Для них традиционно организована своя спортивная программа, включающая толкание мяча, дартс и лассо. Наши ветераны, конечно, с удовольствием всегда участвуют в таких мероприятиях. Они и болеют за участников, за всех остальных. У нас команда наравне с молодыми выступала в комбинированном софете. То есть ветераны успевают и наряду с молодежью участвуют. Ветераны Северского трубного завода – одна из самых организованных команд. Они всегда выделяются на фоне других своей экипировкой. Нам вот директор Михаил Васильевич, спасибо, он нам вот посодействовал приобретению новой спортивной формы. Старые у нас уже выцвели. Мы сегодня празднично одеты в белой спортивной форме. То есть вот стараемся мы, значит, и быть бодрыми телом и душой. Стало доброй традицией в день проведения спортивного праздника организовать благотворительный пробег «Бежим с добром». Уже на протяжении нескольких лет участники этого забега преодолевают символические 500 метров по стадиону. Организуем мы его совместно с СКБ банком, благотворительным фондом «Синара». И Северский трубный завод, конечно, тут несет основную и организационную роль. Все, кто сегодня внес благотворительный взнос в поддержку онкобольных детей, получают футболку и бейсболку. Деньги потом будут перечислены в благотворительный фонд «Синара» в рамках проекта «Повседневная благотворительность» и пойдут на помощь онкобольным детям, находящимся на лечении ВДКБ номер один Екатеринбурга. В итоге в шахматном турнире первое место у сборной Северского трубного завода. Комбинированные эстафетии по группам цехов победителями стали трубоэлектросварочный цех номер два, дирекция по сбыту обособленного подразделения ТМК в Полевском, управление информационных технологий и ветераны Северского трубного завода. В мини-футболе из шести команд первое место заняла сборная трубопрокатного цеха номер один. В близ турнире по стритболу из 12 команд первой стала сборная ФСК 2003 года рождения «Короли асфальтов», а в баскетболе трубопрокатный цех номер один. Близ турнир по волейболу первое место среди мужчин ПТС, среди женщин ТПЦ номер один и среди девушек Полевской один. В велогонке для взрослых первыми стали Александр Комягин и Наталья Голошова. Призеры и победители получили кубки и медали, все дети получили сладкие призы.